всем привет ребята всем доброе утро утро выходного дня может не у всех всем хорошего настроения хороших выходных бандюганы наши на солнышке сегодня на этом много рыбаков до ушли туда митя митя еще что-то что вы весна такой денек сегодня хороший прям настоящая весна по весеннему так солнечно не я вижу ну так это все снег уже он осел дорожка почти вся растаяла сегодня ребята день весеннего равноденствия всех с весенним равноденствием сегодня одинаковые ночь и день сегодня день весеннего равноденствия что ночь что день одинаковые а сегодня еще знаешь какой день день международного международный день счастья вот на солнышко нельзя смотреть так уже ярко ярко и такое всех вас ребята с днем счастья будьте счастливы будьте счастливы да это ж надо так пувыркаться а вот так вот да не деритесь же вы а димон лежит красавчик мы не убежал пойдешь на рыбалку Что-то он не в настроении Убегает Не отвечает Да, Митяй Куда ты, Митяй Лешек на рыбалку пойдет А я пойду кушать, готовить Соляночку сварю Вчера, девчонки, спасибо всем, кто написал Что готовили Я вчера спрашивала Напишите все, кто готовил Что готовили Потому что не знаю, какой суп варить Что сварить Что приготовить на обед Рассольник готовили Борщ готовили Окрошку Солянку А я подумала, да, захотелось солянки Есть копченые ребрышки Колбаски там есть Еще в морозилке копченые Сосиски есть Вот, да и в принципе И хватит для солянки Боже мой Лимончик есть Здесь масса эти оливки есть Сварим соляночку Сейчас Не буду варить на мясном бальвоне Там и так хватит С ребрышек из колбасы Навару Молодость Дима Ему ничего не надо Он у нас такой Диванный кот Вот его мять Тискать Ему нравится Чтоб его А эти нет Не варька Не Тимофей Тоже был Не приходит Я все-таки надеюсь Что потеплеет Он придет Вот Митяй тоже Крученный Такой весь Они в руки Не даются Все Все Упал Разомлел На солнышке Он теплый Кто теплый Конечно Он же нагревается Шерстяной же Ну что На улице хорошо Солнышко Тепло Уже по весеннему Прям Но Ждет работа В доме Вот так Сейчас сварим Соляночку Супчик Что-то Испечь Может Лешек Давай Да Надо Поискать Сейчас Может Что-нибудь Испеку У нас Опять Ребята В этих Платежках Опять Путаница Все правильно 425 Кубов Мы должны Заплатить Они Поставили Два раза Подряд Они нам Поставили Одинаковое Значение Это уже Они напутали Это не мы Надо ехать Разбираться Потому что Насчитали Нам 900 С чем-то Кубов За газ Платить Вот А мы Досмотрелись В общем В двух квитанциях Предыдущий И в теперешней Одинаковые Предыдущие Значения Стоят Разберемся Ну да Разберемся Ничего Страшного Нету Такого Серьезного Да Ну что Занимайся Готовь А я Пойду На помощь Промысловик Да Промышленник Надо Котов Кормить Конечно Я готовлю Мужа Кормить Алешек Котов Вот так И живем Так Ладно Сейчас Быстренько Сварганим Обед Давай И будем Заниматься Своими делами Вот так Чем Заниматься Да Не знаю Чем Вчера Смотрела Вечером Программу Голос Дети Жалко Вот Лешек Тоже Вчера Какие Ребята Просто Слов нет Какие Дети Талантливые А Ну вообще Какие Голоса Это Обалдеть Это Вот Самородки Представляете Нет С некоторыми Детьми Там Занимаются Педагоги Вот Все Но они Поют Как они Поют Они Прям Это Песня Льется Понимаете Не то Что Как Вот Эти Вот Теперешние Выдавливают Из себя Эти Ноты Выдавливают Как Могут Из Последних Сил Точно Да Вот Так 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 У них У всех Гайморит Гундосят Да А Это Прям Ну Такие Детки Вот Ну Вообще И Совсем Маленькие И Такие Вот Уже По 14 Лет Ну Прям Девчонки Как Пели Да Одну Девочку Тоже Так Хорошо Она Пела Но Никто Не Взял Они Мне Кажется Просто Может Испугались Ее Что Ли Не Знаю Ну Куда Вот Ну Ладно Ладно Такие Вот Дела Ну Что Будем Будем Готовить Лешика Сейчас Провожу На рыбалку И Приступлю Рассадка Моя Хорошо Вся Принялась Вся Зелененькая Вся Стоит Прям Как Солдатики Такие Вот Хорошая Рассада Ты Долго Собираешься Лешик По Солдатски Надо Раз Раз Быстро Оделся И Ушел Уже Зрение Не то Да Пока Что Не Попадешь Давай Отправляйся Все Я Одна Остаюсь Лизка На улице Коты На улице Все На улице Мне Никто Не Мешает Красота По Телевизору Вон Моя Передача Про Этот Про Дома Вот Буду Буду Сейчас Готовить Люблю Готовить Барабанщик У нас Барабанщик был Когда мы молодые были Он-то старший Такой барабанщик Интересный Играем Играем А он Раз И засыпает Как это Можно Барабанники Засыпать Ну Пьяный Понятно Вот Это Барабанщик Ладно Иди Давай Ну Вот Соляночка Готово Красотулька Такая Вот Пахнет Вау На очереди У нас Печеночка Ну Соляночка Я уже Показывала Как я Готовлю Сварила В этот раз Не на бульоне А просто Вот Колбаса Там Вполне Хватит Всего Вот Побыстричку Но все равно Вкусно Вот И чтоб Мне пришлось Готовила Меньше кастрюльки Пришлось Перелить В большую Потому что Вот она Не полная Потому что Было мало места Ну как всегда У меня Как обычно Всего-всего Накидала Накидала И через верх Вот Ну что Печеночка Покажу Как жарю Печеночку У меня Где-то Уже Есть Видео Я жарила Печеночку Вот Ну пожарю Вот еще раз Люблю Обожаю Печеночку Куриную Особенно Вот так Вот как Жарю Я Мне очень Нравится Обалденно Сначала Я ее Переберу Помою Обсушу Немножко Вот Перебираю Обязательно Потому что Бывает Иногда Производитель Забывает Вырезать Желчь Вот И вот Так Вот Я разрезаю На Два На два Кусочка Вот так Сначала Переберу Пересмотрю Ее Все Разрежу Разрежу Вот В этот раз Все Обошлось Нигде Не было Желчи Так Сейчас я ее В этом Прямо Помою Сейчас Выложу На бумажное Полотенчике Ну что Печеночка Жарится Очень быстро Готовится Очень быстро Буквально 3-4 минутки Сковородка У меня Уже Греется Нам Надо Посолить Вот так Чтобы не пересолить Поперчить И Крахмал Здесь у меня Ложка Крахмала Ну так На глаз Я беру На полкило Печеночки Вот Где-то Ложка Крахмала Так Выкладываем Специально Взяла Вот Такую Большую Сковородку Чтоб Печеночка У меня Одним Слоем Лежала Не Лежала Друг На Дружке Печеноч Кажается А тем Времени Я Порежу Лучок Лучок Порежу Полукольцами Или Четвертинками Если Лучка Большая Порежу Четвертинками Ну Ну Вот Видите Краешки Начали Белеть Уже Можно Перевернуть Вот Такая Уже Красивая Наша Печеночка Где-то Три Минутки Она У меня Пожарилась С одной Стороны Ну Вот Наша Печеночка Готова В общей Сложности Жарилась Она У меня Где-то Семь Минут А Сюда Мы Выкладываем Мас Лучок И Поджариваем На Оставшемся Маслице Вот Такой Лучок У меня Масла Мало Не хочу Долевать Масла Вот И он У меня Так Неравномерно Прожаривается Вот Чтоб Он Был Весь Одинаков И Был Весь Такой Золотистенький Прозрачный Прям Долеваю Немножко Водички И Протушу Его Золотистенький Стал Немножко Такой Красивой Ну Вот И Сладь И Все Теперь Нашу Печенку Мы Посыпем Нашим Лучком С Подливкой Ребята Вы себе не представляете Какой аромат Такая Вот Печеночка Прошло У меня Буквально Вот 12 минут Как я Положила На сковородку Печенку Вот Все У меня Заняло 12 минут Но Вы Конечно Смотрите Для уверенности Пожарьте Ну По 5 минут С каждой Стороны Ну Не пережаривайте Не жарьте Очень Долго И тем более Не доливайте Водички И не тушите Нет Вот Эта Вот Печенка Она Обалденная Вот Она Вот Она Красотулька Она Сочная Такая Вот Сочная И вкусная И вкусная Вот Какой кусочек Обалденная Такая Вот Прям Языком Ее Ешь Жевать Даже Не надо Такая Вот Сочная Прям Уф Что Надо Когда Я Первый раз Пожарила Такую Печенку Спросила Лешка Лешек Ты будешь Кушать Не Фу Фу Я Печенку Не Люблю Не А потом Как Попробовал Оу Говорит Я Это Люблю Вот Так Вот Печенку Печенку